В этом ролике, который я назвал «Продуктовая раскладка», я решил разложить одну из посылок. Так получилось, что на этом сегменте трейла, который, по-моему, 566 миль, нет ни одного сегмента больше, чем 6 дней, поэтому я взял посылку самую большую 6 дней, но, в принципе, когда мы ходим в 7-дневный поход, ты никогда не берешь с собой продукты на 7 дней, потому что обычно ты начинаешь утром где-то в отеле завтракаешь, а заканчиваешь ты раньше и уже сходишь с трейла. Поэтому 7-дневная посылка, как правило, содержит всего лишь больше на только один прием пищи, это обеда. То есть у тебя нет первого завтрака и нет последнего ужина. А здесь, так как инфраструктура трейла окончательно развалилась в 2020 году из-за его закрытия ковидных ограничений, никаких отелей и магазинов, где можно купить еду, там не осталось. Поэтому мои раскладки, они не имеют вот этих пробелов. То есть, а если 6 дней, то это 100% 6 дней, включая 3 приема пищи. Значит, когда я готовил мои рецепты, там было видно, и, в общем-то, здесь будет видно, как эти рецепты в эту посылку попали. Значит, соответственно, что тут есть? Есть 6 завтраков. Я, наверное, не знаю, по-моему, был там ролик, вот манка. Манка неудобный, невыгодный, потому что там есть джем. Не обязательно класть джем, но она становится совсем невкусная, но это зависит от любителя. Значит, и весит он 127 грамм. То есть манка положена для разнообразия, но она абсолютно невыгодная. Значит, овсянка, это, конечно, самая, как бы, хитовая еда, и она составляет, наверное, 80% моего завтрака, да? Значит, 82 грамма. Здесь у меня написано на них, в среднем, вот, 78-80 грамм, а не 76. Вот, собственно, завтрак. Это овсянка, но она содержит 1 джем, поэтому она весит 91 грамм. И одна, одну я сделал, это кукурузная крупа, называется она Гриц. Я ее, как бы, не очень люблю, мы не выросли с этим, да, значит, ну, для разнообразия я положил ее, 82 грамма она весит, поэтому, в принципе, как бы, для завтрака. Вот это 6 завтраков. Дальше, обед. Обед, как правило, состоит лапша и какая-то добавка. Вот это я делал, как бы, спагетти-болоньез. Тут, соответственно, таких 4 порции. Значит, это банальное пюре. Пюре, туда добавлено, я такой рецепт не делал, потому что там нечего делать. Сухой молокой пюре и, типа, консерва тунец. Значит, он тоже не очень выгоден, поэтому я такие делаю, как правило, один на трейл. Ну, 146 грамм он весит, и на практике его съедаешь, как бы, в первый день, чтобы его просто не нести всю неделю. Поэтому его кладешь обед первого дня. Значит, дальше лапша и гречка Альфреда, рецепт этот я делал. Значит, обед у нас закончился. Значит, это джамбалая. Из-за того, что мы туда добавляем вот эту колбасу, к сожалению, не делимые упаковки, они вот у меня связаны по 2. Можно было бы даже по 3 добавлять, но тогда бы было на неделе 3 джамбалай. Значит, это не очень выгодно. 453 грамма, в принципе, 225 грамм. Поэтому тоже мы ужин будем начинать с нее, чтобы начинать уменьшать рюкзак в самом начале. Значит, это чили кон корне, довольно легкая, 136 грамм, очень полноценный, плотный ужин. А это плов. Все вещи, которые не нуждаются в каких-то ингредиентах дополнительных, вот здесь, например, сыр положен, они легкие. Вот 107 грамм, 117 грамм. Это вот эта имитация плова, и она очень удобна для длительных сегментов. Вот я тут могу наглядно показать вот эту банку, да. Значит, если я буду пихать туда вот такую лапшу, у меня получится очень неудобная, как бы, упаковка. Потому что лапша, она занимает очень много места по объему. Но если я начну делать свою еду вот из таких порций, то я могу их заряжать, как патроны в револьвер. То есть огромное количество засунуть сюда, и я абсолютно спокойно пройду сегмент 10 или даже 14 дней без так называемых газоправ. Поэтому вот эта еда, она менее распространенная, но калорийная, очень маленького веса и объема, да. То есть она, как бы, очень полезная. Когда я буду делать ролики для части Сьерра, ассортимент сдвинется в эту сторону. Значит, этот трейлбар. Значит, мы пробовали разные вот эти клиф, ларабар. Для нас это, как бы, полное фуфло. Самое лучшее, которое мы нашли на местном рынке, это, конечно, кань. Это цельные орешки. Но цельные я не съедаю, поэтому для нас вот мини в самый раз подходит. И, соответственно, таких 6 плиток на трейлбаре. Дальше идут перекуски. Какие-то колбаски, значит, собственно, положенные, которые можно просто погрызть дополнительно. Это пармезановские, так называемые, чипсы. Они уже там что-то засушены, зажарены. Это швейцарский сыр. Он не требует хранения в инфрижераторе, в холодильнике. Ну, конечно, после открывания его надо довольно быстро скушать. Это питат. Значит, банальная шаверма, но она делается из недрожжевого теста. Поэтому она реально на практике может храниться несколько месяцев и в прессе нее не ест. Это бифджорки. Я очень люблю тельяки. В общем-то, себя побаловать. Такая пачечка одна лежит. А потом идет сладкая. Это вот такие, ну, какие-то палочки в какой-то, хрен знает, сладкой штучке. Значит, не могу сказать. Тульский пряник. Вот маленькая фасовка. Шикарный как бы тульский пряник. Весит всего 45 грамм. Значит, вот, собственно, вечером попить чаю. Вот тульский пряник. Второй тульский пряник. Вот эта вот большая вафельная трубочка. Жирновато для одного раза, поэтому будет поделена на два. Есть еще вот такая. Плитка там, это типа чизкейк. Я пробовал, имитация слабая, вот эти штучки, и позволил себе вот эту упаковочку еще печенюшек. Значит, потому что сегмент 6 дней, и как бы обычно мы носим на 7, поэтому есть немножко лимит по весу. Значит, пачка орешков. Дальше это микс клюква и орешки с какими-то семечками. Это так называемая фруктовая плитка. То есть она просто делается из смешанных в миксере фруктов. Можно делать их самому, фруктовая кожа называется. В этот раз у меня просто не было на это время, и поэтому я так купил. И это тоже вариант вот этой фруктовой кожи. Здесь он называется фруктовые роллы. Значит, на этот сегмент дополнительно надо следующий кусок мыла. Зубная паста, зубочистки, ушные палочки, медикаменты, витамины, какие-то таблетки, которые могут пригодиться. И это пакет, в нем, собственно, я тут поподробнее хочу остановиться. Это сухие спортивные напитки, которые содержат в себе калий и натрий, которые очень важны для мышц. Из таких напитков здесь несколько видов собрано. Они крайне важны, когда ты много жидкости теряешь и бьешь в пустыне, в сухой местности. Я их не добавляю постоянно, поэтому тут всего 4 пакетика таких, 4 литра я могу сделать. Чай, собственно, кофе, не с кафе Голд. Черный шоколад, сахар мы не употребляем, поэтому черный шоколад при куске с кофе по утрам. И крем сухой, сухие сливки для кофе. Вот, собственно, пищевая раскладка это кончилось. Сейчас я для того, чтобы понять, какой у него общий вес, чего я тут все напихал, все это взвешу. И мы, собственно, поймем, чего это на 6 дней получается. На этих весах не удалось взвесить, поэтому вот я принес пустую коробку. Сейчас мы ее обнуляем. Все это я загрузил сюда, и сейчас поймем, собственно, какой вес у него получился. Ну, получился, переведу, 3 килограмма, 3,8 килограмма. Это больше, чем мой план, но, как я и говорил, потому что я в этой точке, собственно, прихожу, и могу, получив посылку, чего-то подъесть. Это не четкий расклад, как бы, по трейлу, да, то есть в момент, когда я на почке получаю посылку, я могу что-то скушать, потом упаковать рюмзак, то есть тут немножко больше, чем несешь в рюмзаке. Ну, в принципе, 3,8 килограмма на 6 полных дней. Субтитры создавал DimaTorzok